Одно из главных богатств России – люди. Десятки народов населяют нашу большую страну. И все вместе, сплотившись, они смогли противостоять фашистскому противнику в годы Великой Отечественной войны. Память об этих отважных героях живет и по сей день. Это подтвердили участники интернационального митинга-возложения на Аллее Славы города Видное. Национальная культурная автономия азбадянцев в Московской области вышла с инициативой. Это давно уже, и письма есть, чтобы провести в течение двух-трех дней в разных городах Подмосковья акцию, посвященную 75-й годовщине. Основная идея – патриотическое воспитание. И вторая идея – доказать и показать всем, что во время Великой Отечественной войны участвовали люди разных национальностей, никто ничего не делил. Была полная дружба, не было бы этого, не победили бы. Самое главное – единство, чтобы люди были едины, потому что исход человека – он единый. Поэтому, если люди будут едины, все нации будут чувствовать себя уверенно в обществе, то это самое главное для мира. Герои войны подарили последующим поколениям мир, который мы сегодня стараемся сохранить. Никакие внешние политические вмешательства не должны сломить единство российского народа. Об этом на митинге много говорили представители разных диаспор, населяющих Ленинский городской округ. Вместе они возложили цветы к памятнику жителям муниципалитета, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Такие мероприятия, особенно связанные с нашей Великой Победой, связанные с каким-то восстановлением, наверное, все-таки время от времени в суете забываем, поэтому я выбрал это слово. Восстановлением памяти о том, что сделали наши деды, прадеды, отцы для кого-то. Это необходимо, это необходимо проводить. Память о многонациональной победе в Великой Отечественной войне по инициативе Совета ветеранов округа в скором времени на Аллее Славы появится новая стена памяти, где будут указаны имена всех погибших в те годы. Таких у нас 8080 человек. И дополнительно к ним 280 человек погибшие, которые призывались в поселок Володарского. В то время он не входил в Ленинский район, и они призывались раменским РВК. Но было принято решение единогласное на Совете ветеранов включить их тоже в этот список. Проект стены памяти уже утвержден. Его реализация начнется буквально на следующей неделе. Юлия Погосян, Сергей Ларин. Видно этого.